Папа с Алиной там и баню топят, и снег чистят. Если вот так вот будет идти, то до утра нас опять все завалит. В общем, на улице папа с Алиночкой. Не успеваю я сегодня борщ заварить, поэтому поставила воду на пельмени. У меня всегда есть в запасе пельмени на всякий случай. Вкусные, да? Вообще мы любим цыганку. Сейчас пельмени сварю, дети поедят. У нас еще есть пирожки. Не доели мы. И салат надо сделать. Покупали мы грудку, так и лежит. Вот цыганочка. Есть они крупные, а есть вот мелкие. Очень вкусные. У нас дети прям обожают цыганочку. Я вот когда покупаю, они сразу все съедают. Блин, еще не буду, надо помыть. Сейчас пельмени сварю, детей покормлю. Женя, говорю, учеру по делу. Ну, мам, можно я посмотрю со всеми? Прячется. Я вечером могу сделать. Ну, ладно. Рада заваривать. Бронетки или как они? Ягрути вкусные, очень сладкие. Ягрути цыганочка, очень вкусные. Мы всегда их покупаем. Папа забрал уже Томочку. Санечка с Алиной первые поели. И воспитатели сказали, что следить за Томой, потому что в группе начали дети температурить. Первая, наверное, Олекса затемпературила. Сейчас ягод. И еще соседи наши болеют. Ну, соседи наши болеют, ага. А Владик ходит в школу. Надо будет следить. Я сегодня видела его. Вот и сиди, думай, водить ее в садик, не водить. Не знаю даже. Я оставлю тебя дома. А тут мне какой-то, тоже с этим метрю в садик. Ну, много болеет, я говорю. Много народу было. Все, кушай хорошенько, кушай. Вот так что смотрят дети. Целыми днями готовы смотреть. Да? Вот пришли мы к Насте. И жалюзи. Гладила, гладила, они все равно подмяты. Ну, Настя привезли от нас вот такой отпариватель, который мы покупали вот на свадьбу. Отпарит, если что. Если слишком будут помазать. Туда бы картину и какую-нибудь другую, конечно. Точно сразу разлетись. Деречку теку. Постель ему будет поменять. Антон, все, уехал. Закрыт, следует включить. Настя, он сегодня не может. Малиновое варенье я им привезла. Сейчас в стирковь перри поставила. Сейчас на улице не холодно, так ничего у вас не сказать, чтобы прям холодно. Надо в тапочках ходить, дочь. Ой, я думала, лук начал расти, а это нитки. Стирка, стирка, стирка у дочи тоже. Постоянно. Правда, пол очень холодный. Да. Вот так. Сейчас мы эти жалюзы прикрепите с Димкой. Это вот надо все вытащить, местами поменять. Ну, это у нас сегодня приходится на плитку мокрые вещи ложить. Ну, так нельзя. Ой, доченька, простите. Задовы тебе. Ну, конечно. Конечно. Холодно. Папка шуруповерт забыл. Дима, поехал. Да, да, пап. Димка поехал за шуруповертом? А, Дима. За шуруповертом поехал? Да. А они не топили, похоже, да? Вот сегодня не топили. Поэтому дом прохлад. У нас-то дома жарень. Папка топит. Постоянно. Потому что я забеждаю. У нас в зале вот этот угол наш, который за стенкой продувается. Саня сегодня весь день телевизор смотрит. И смотрю, пока в плед завернулось, а сидит. Потому что дует с того угла. Вася говорит, надо будет снимать, что ли, летом или когда-то вставлять эти. Вот именно вот с угла прям дует. Ветер-то как раз идет вот прям на наш угол. А у вас дует вот с этой стороны. Одну стену, гипсокартон снимать. И перед окном снимать. И пеноплекс покупать, утеплять. Из дома, я думала, с улицы? С улицы это бесполезно. Мы что прогрезут? С улицы, да. А с домом прям нет? А дома мы пищатель включим. Хомяк сдохнет? Да, ваши сдохли. Ну. Да нет, там от прибора 2,5 метра. Что-то хомяка не достает. Понятненько. Могу поставить. Кстати, купили еще один для того, чтобы в бане подключить. Съедают мыло наше. Достали, блин. Особенно любят дегтярные, мои любимые. Кстати, я забыла, сегодня купить надо было. Дегазейственное мало. Жерут, купить. А там, наверное, этих всяких добавок много. Они его не очень любят, не любят, а натурально едят. Так, ладненько. Давай. Смотрите, я сегодня подстригалась. Подстригалась я в маске. Папе говорю, потом да будет тебе тут немножко подправить. Ну так, ничего. Получилось. Мальчишки наши тут. Видите? Ну, к вам подними, как она поднимается. Вот она даже не сильно видно будет. Во, видите, как хорошо. Раз, и все. И заказала я сегодня, я уже, наверное, вам говорила. Туда, она как-то декоративная ткань, что ли, называется. Будет просто вот так вот напополам. Для чего она пополам, потому что, чтобы вот так вот с подниза не лазить, не открывать окно, не проветривать. Вот так вот, красота. Вот эти шторы, они снимут. Да, она ровненько, и так ровненько. А мы с Настем этот чай пьем. Видите, у меня тоже ни масленки еще нету, ни хлебницы. Почему хлебницы есть? На стол, который вставят? Угу. Ну, ладно, было бы что есть, а хлебницы и все остальное это второстепенно. Ну, хотя, я, ну, раз смотришь там какие-нибудь эти фильмы, постакополептические, я, конечно, вам сейчас скажу, будете смеяться. Я неправильно на слово сказала. Там они там три горошинки положат, стол накроют. Ну, не знаю, нет у нас вот такого, правильно, нас часто ругают. Нет у вас, как это, культуры еды, что ли, чтобы накрывать. На эстетике. Да. Ну, нету, нет. Вот если бы Настя, может быть, ваш замуж вышел за какого-нибудь, который бы требовал, чтобы было все у него, может быть, и научилась. А если Димка сам такой деревенский, так Настя такая же. У нас единственное, вот у мамы, мы как-то поедим, она возьмет полотенчиком, накроет. Ну, как, не всегда, как-то со стола даже убирала. А вот мы с папкой поженились, а я тоже, как мамка делала, раз накрою, он меня все время заставлял, убирай все со стола, убирай. Ему нужно был стол, чтобы был чистый. Все-таки вот я привыкла к тому, что со стола мы убираем все, совершенно все, вообще ничего на столе не оставляя. А у мамы моей, да, вот очень часто все стояло на столе. Она просто там накроет, там хлеб порезанный, там какие-то там, ну, хоть что-то там, раз накроет полотенчиком, чтобы мухи не летали. Ну, как я говорю, так и я, мы когда поженились, так делала. Ну, не доели, хлеб там в тарелке лежит, там что-то это накрою. Ну, вот Вася заставлял все время убирать, и мы сейчас все убираем. Ну, она нас тоже убирает, потому что так вот. А то, что мы без... Вот я говорю, даже масленки нету, надо купить. Ладно, не все сразу. Ну, вот так вот хорошо стало. Дима, ты собакон пустил? Угу. Бега с кем-то. Угу. Приезжала. А, не видно, тут не будет видно. Папушка, наверное. А, вон видно, ага, бегает. Ну, будет бегать. А кот на жду, мне кажется, на куты рыбой бежал. Дома был. Недавно только тут сидел. Я на всех обиделась. Красоты мои неописуемые. Еще. На выходные будем письма Деду Морозу писать. А-а-а. Кто что будет заказывать? Воскресенье, мама. А что дома, что заказываешь? Олега, начни, как в детстве. Я всегда это говорю. Я все есть. Ой, она начинает плакать, мама. А я хочу настоящего котенка. Я твоя, она у меня. Моя ты красота. Да, мама. У меня кофе. Ты меня кормить пришла? Класси. А то... Ой, у нас палас лежит. Надо на выходные его постелить. Я сама не знаю, что бы заказывать. Кто моя? А я котенка. Дедушка Мороз подарки. Вы уже большие. А я настоящего котенка. Я настоящего котенка. Нет, бутылочек. Я вот такого маленького попрошу. Будет у нас запах. Пить и бутылочку для котенка. Ну нет. Ты тут в школу ходить не сможешь. Его кормить надо целыми днями. А я закажу. Ну тогда просто котенка. Чтоб он умел. Да, что ты. Чего ты закажешь? А еще он десятый. Ну, что еще? Я закажу. Я либо захожу домой. А я закажу. Я закажу. А что ты не получишь на десятом? Сразу двенадцатый. Ну, можно и один. Можно и двадцатый. Можно мне сказать? Да. Мама, Элья. Ой, мне холодно. Айда ко мне. Давай, говори, Дарья. Я куплю и подарок, и желание. Я закажу, чтобы ушел коронавирус. Но это не точно. Ну пусть уж точно. Ты уж загадай прям конкретно. Чтобы ушел коронавирус. Чтобы продолжили учиться. Чтобы все были счастливы вокруг. Все ссорились, только были вместе. Чтобы все было хорошо у всех. И все. И чтобы все сделало любовь. Я хотела всех полетить. Чтобы двенадцатый айфон. Я хотела, чтобы двенадцатый айфон. Мам, я хотела, чтобы коновеса не было. И в школе была дистанционка. Кто о чем? Пошли, дистанционка. Пошли. Покажешь мне. Женя, уроки на завтра готовить. Ну, ты дописала, нет? Ты же в школу сегодня не ходила. Я сказала, чтобы ты уроки сделала все равно. Я ей просто показала, какая свинечка. Она переписывает. Нет. Ты дари не научу. Все, давайте, доделывайте. Есть. Закрыть надо немножко, чтобы. Вот это вот. Мам, я пока не поставлю. Доченька, поставь мне. Я сейчас приду, все, съем. Все, прям съем, все. Английский надо выучить, да? Да. Завтра английский у вас. Ну, давайте учите. Ну, выучили. Ну-ка, расскажи. Вот, подчеркивай. Да, Юня. Ну, Жень, давай рассказывай. Да там слова по-английски. Ну, давай. Ты же мне сказала, что ты выучил. Ну, я забыла. А я еще цвета, я только запомнила оранжевый, черный, белок, желтый. Хеллоу. Хеллоу. Йеллоу. Йеллоу. Ну, вот, видишь, это вы должны были все выучить. Тридцатый, это, по-моему. А я зебру, зебры. Ред. Оранж. Йелло. Блу. Блу тоже оранжевый. Какой блу голубой? Уайт, наверное, белый. Уайт, белый. Блэк, черный. Блэк, черный. Ред, красный. Блэк, красный. Нет, это закладка. Ред, дэ, дэ, дэ. Так, доченька, вот вы делаете уроки, ну, уберите вы лишнее. Доченька, вот вы делаете уроки, ну, уберите вы лишнее. Ну, это мы книжка, мы читаем. Так, ладненько, Санечка, домашнюю работу сделай, все. И придете мне потом английский еще рассказывать. А потому что подними все. Подними, что у вас там валяется. Да, розетка, как я подняла. А не знаю, откуда. А, из учебника. Сейчас я покажу, какие там слова надо учить. Все, давайте учите. А мы пока нашим детям скажем до свидания. Всем пока-пока. Да, потому что девчонка сейчас будет учить английский. Всем пока-пока. Да, пока-пока. Вот, вот эти, да, розковарки. Мама, а меня никто на фигу, да, хвост не забрал. Мам, ну, ладно, ладно. Я бы седаю. Да, а я сижу тут, лежу и фильм смотрю. Мама, надо цвета все это. Да какие цвета? Ой, надо выучить. Мебель. Мебель. Вот, давайте, садитесь и учите мебель.